В этом уроке мы разберем принципы пошаговой и прямой анимации. Прямая и пошаговая анимация это два метода, с помощью которых мы можем сделать анимацию нашего персонажа. При прямом методе мы сразу же перепрыгиваем от первой позы анимации до последней и как бы вот так вот делаем все просто. То есть никаких промежуточных поз не будет. Таким образом получаются не всегда хорошие и качественные анимации. Пошаговый же метод более организованный. То есть мы расставляем позы нашего персонажа в определенные моменты времени, чтобы все подходило к плану нашей сцены. Вообще я пользуюсь обоими этими методами. У каждого есть свои недостатки и преимущества. Сейчас я расскажу вам в общем об этих двух методах, а потом мы разберем каждый отдельно в отдельных уроках. В этой сцене у нас есть персонаж, который как бы спешит и прыгает с этой платформы до того, как она падает. При использовании пошагового метода у нас должна быть как бы история, которой мы будем пользоваться при создании поз. Вот у нас есть пример истории. Итак, теперь мы видим, что у нас должно случиться. Мы будем использовать эту информацию для того, чтобы сделать анимацию правильно. Включаем AutoKey. Основываясь на истории, этот персонаж должен перепрыгнуть с этой платформы на другую до того, как она упадет. На 10 кадре давайте добавим позу, где у нас как бы персонаж вот так вот как бы стоит. Выбираем все эти контроллеры. Так, проверю выделение, правильно ли все, да. Переходим в инструмент передвижения, включаем режим Parent. Но прежде чем мы перейдем к заданию кейфреймов, давайте уберем плавную интерполяцию. То есть сначала мы зададим позы, а потом уже сделаем переход между ними таким плавным. Выбираем вот здесь график для новых ключей. Сделаем вот такой вот угловой. Передвигаем нашего персонажа вот так вот сюда. Вот, наш персонаж как бы прыгнул. И теперь у него правая нога должна идти как бы вперед, а левая назад. Вот так вот передвигаем, все, разворачиваем. Выбираем вот этот контроллер. Альт, правый клик. И нажимаем Transport to Zero, чтобы вернуть все на свою позицию, как бы нейтральную. Берем правую ногу. Вот так передвигаем ее вперед. Колено поднимаем тоже сюда. Если у вас возникают проблемы с определением куда какой контроллер, вы можете спрятать слои с контроллерами ненужными в менеджере слоев. Идем в менеджер слоев. Включаем вот эти вот линии, которые подображают какой контроллер к какому колену. Ставим вот так вот в позы нашего персонажа. Как видите, у нас такая грубая интерполяция, то есть позы просто меняются со временем, но они не плавно. Просто вот в какой-то момент времени новая поза. Так вот здесь немного разворачиваем таз. Включаем режим Local. И вот так вот. Я здесь не буду слишком выделывать анимацию. Нам надо только понять сам принцип. Вообще мне больше всего нравится вот этот метод, которым я сейчас делаю анимацию. То есть мы сначала задаем позы, а потом сглаживаем переходы между ними. Ну и конечно же все зависит от сложности анимации. В слишком сложных таких сценах этот способ работает еще лучше. У нас как бы есть кейфрейм на каждом кадре. И мы можем все подредактировать, когда нам надо. Нажмем правой кнопкой на параметре Twist, чтобы поставить ноль. И вот так вот здесь теперь перекрутим все. Вот так вот используем этот контроллер, чтобы вернуть объем нашей руки. И вот так вот используем этот контроллер, чтобы вернуть объем нашей руки. Вытягиваем вот так вот руку вперед. Вот так вот поднимаем как бы другую руку. Разворачиваем вот так. Так же ставим Twist на ноль. И используем вот этот вот контроллер вот так. Немножко опустим руку вниз. И возвращаем объем руке. Теперь немного передвинем грудную клетку. Вот так вот. Вот так вот голову еще приподнимем. Вот у нас поза получается более естественной. Конечно лучше всего, чтобы наши позы совпадали с теми, которые нарисованы на нашей картинке с историей. То есть как бы история это то, на чем нам надо основывать нашу анимацию. Но конечно можно что-то сделать не так, какие-то небольшие допущения. Можно даже улучшить позу, если там все не так, как вы себе представляете. То есть история дает нам только идею. Так, сейчас я редактирую пальцы. Отбираем позу для наших пальцев. Работаем над левой рукой. Сейчас я закончу этот урок. И эту сцену мы будем доделывать уже в следующем. Вот так вот поднимаем палец. Вот так вот как бы раскрываем его руки, чтобы схватить трубу. Берем вот этот вот контроллер. Вот так вот как бы раздвигаем пальцы. То есть рука более открытой получается. Итак, вот у нас вторая поза из нашей истории. В следующем уроке мы закончим работу над этой сценой.